Десятки участников из восьми стран мира. В праздничные выходные в Кирове прошло первенство мира по ледолазанию. С 6 по 8 марта спортсмены соревновались в своих умениях на так называемой сосульке, спортивном сооружении на трамплине. Как альпинисты проходили трассы, наблюдала Елена Шарыгина. До финиша не хватило буквально несколько метров. Спортсменка из Томской области Юлия Филатьева сорвалась с трассы на трудность. Как потом призналась, не хватило сил, руки сами опустились. Это неудивительно. Альпинистам приходится буквально висеть вниз головой и при этом ухитряться фиксировать страховку и зацепляться кошкахватом за следующий выступ. Но несмотря на неудачи, Юлия не расстроилась и вполне довольна своим результатом. Есть несколько разных причин, по которым ты можешь сорваться. Ты можешь неправильно взять зацеп, это вот эти цветные искусственные камушки, по которым мы лазаем. Ты можешь неправильно взять зацеп и ты просто выстрелишь с него, то есть упадешь, потому что не сможешь его нагрузить. Можешь просто устать. Я устала. То есть довольно тяжело лезть по нависанию, которое почти переходит в потолок. Всего в первенстве приняли участие 75 спортсменов. Это юноши и девушки в возрасте от 16 до 21 года. Они приехали из восьми стран мира, таких как Швейцария, Лихтенштейн, США и другие. Альпинистам необходимо было пройти две трассы – на трудность и на скорость. В первом случае спортсменам отводилось на прохождение 10 минут. За это время они должны были пройти как можно дальше. А на втором этапе важна была скорость, кто быстрее заберется на ледяную стену. Больше половины российской сборной, кировчане. Вообще сборная российская самая многочисленная. Тут 45 спортсменов из 75. Поэтому киров представлен наибольшим количеством спортсменов для этих стартов. Всего было разыграно 12 комплектов медалей. К слову, большинство призовых мест заняли российские спортсмены. Только три медали достались иностранным альпинистам в дисциплине «Трудность». Остальные медали забрали русские ребята. Елена Шарыгина, Владимир Лисик, Миро новостей Довича.